Всем привет! Доброе утро! Я вернусь. Мы вернулись с нас. Мы уже в осеннем парикиде и очень тяжело ногами передвигать. Я по привычке одел очки, но это абсолютно бессмысленно было сегодня. И мы идем, кстати, на немецкий сейчас. Боже, я не могу прям ходить нормально. А, кстати, у нас сегодня пар нет, потому что наш преподаватель в Стокгольме. Он застрял там, наверное. Я думал, мы с ним полетим, но нет, он, наверное, другой день полетел. Да. В общем, все, мы пошли учиться. Мы уже позанимались на немецком. Очень сложно, потому что очень тяжело запоминаются слова. Я прям вообще, я вам говорю, мне очень сложно запоминать слова немецкие. Мне нужно 350 раз в голове их прокручивать. У меня таких проблем еще с языками не было. Я даже шведский легче запоминался, чем немецкий. И мы сейчас едем в супермаркет купить продукты, потому что у нас вообще пустой холодильник. Вот. И еще сегодня холодно в Риге. Мы промахнулись нашими весенними шмотками. Наверное, мы их достанем только в июне. Вот. И кроссовочки свои любимые я одену только в июне. Абсолютно не беда, что у нас отобрали в тюбике икру в аэропорту, потому что здесь она тоже есть. Кстати, она здесь два раза дешевле. Боже, я чувствую себя таким лохом повелась. У меня, кстати, поездка в Швецию вдохновила на покупку икры моего. Но я хочу абсолютно без какого-либо соуса. Вот совсем просто чистую. Я такую в Украине ела, и я ее очень любила. Но здесь я не вижу. Здесь все с соусами. Оно в каких-то соусах, в каких-то соусах. Я не хочу, ребята. Дайте мне просто икры. Просто. Нет, совсем нет без соуса. Это то, что я вижу вообще впервые в своей жизни. Ведрышко с землей, с грибочками. Чтобы дома у себя высаживать, наверное. Прикольно. Классно. В общем-то... Эй, я тут сама хотела разговаривать. В общем-то, я тебе подумываю, может купить себе ведрышко грибов, в ванной поставить, они быстро будут расти. Купим? Да. Я пошутила. Я пошутила. Так, первое, что мы купили, печенье к чаю, потому что его очень часто не хватает. Второе, что мы купили, это две пачки яиц по скидкам за евро двадцать. Это Дима купил себе килограмм сосисок. Сумасшедший. Я купила себе по скидке таблерон. По скидке он стоил евро пятнадцать, по-моему. Как-то так. В общем, купила шоколада. Просто сыр. Просто фарш. Олд спайс, но это не в эту сторону. Купила рис для суши, потому что я очень хочу суши. И у нас еще там остались все нужные ингредиенты, поэтому я его съем сегодня. Это авокадо. Кукуруза за восемьдесят копеек. Кстати, самая дешевая. Две. Две кукурузы. Куриное филе. Куриные ножки. И ножки. Также я купила на суши красную рыбку. Это Дима, как всегда, хочется его убить за это. Покупает соус. Кокосовое молоко. Я хочу с ним сделать семена чья. И может что-то еще приготовить. Бельвита. Это сливочное масло. И постоянный гость нашей программы. Это квас, который Дима в последнее время очень любит пить. Но я ему говорю, чтобы он уже заканчивал с этим, потому что он сладкий. И капусту, потому что у меня есть апельсины дома еще. И я хочу сделать салатик. Так, я веду репортаж с кухни. И сегодня на этой замечательной кухне мы будем готовить замечательные суши. Честно говоря, я готовлю их первый раз в своей жизни. Но я видела, как делает атостаз. Поэтому я думаю, что это будет не сложно. И смотрите дальше. И начнем. Для моего рецепта я купила специальный рис. И сейчас его нужно сначала ополоснуть несколько раз, пока вода просто не будет белой. И потом поставить вариться. Ну, в общем, тут все написано на упаковке. Думаю, разные рисы нужно по-разному варить. Вот. А потом уже с готового, приготовленного риса нужно крутить суши. Нужно обязательно специальный рис, потому что этот рис слипается. То есть суши не будут распадаться. Обычный рис так не слипается. И это то, что нам нужно дальше. Авокадо, лосось, сыр Филадельфия, нори и уже сваренный и остывший рис. Та-ра-рам, пам-пам. Это то, что у меня получилось. Твоя вот шапочка для собачки. На самом деле я сделала много роллов, но сейчас съем только вот ту порцию, которую вы видели. У меня нету палочек, поэтому я буду есть суши вилкой. Японцы бы меня засмеяли. Очень даже съедобно. Мне нравится. В общем, Катя поела суш, суш, суш поела. И все равно, что жует, сидит. Лежит, точнее. Шоколадку. 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 А наша шоколадку есть независимо вообще от того, что она ела. Не важно. Да, вообще не важно. Вам нужен предлог, чтобы кушать шоколадку? Она даже может есть шоколадку с борщом. Абсолютно спокойно. Да. Ну, в общем, мы уже будем ложиться спать. Всем пока. Ой, Катя уже заснула, поэтому нужно уже поскорее прощаться. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok